Привет, друзья, с вами снова Элина, и сегодня я, женщина в красном, хотя Валентинов день был вчера, а я решила отменить его сегодня и нарядиться сегодня. Хочу поболтать с вами на тему отношений, потому что есть у меня запросик. Давайте мы его почитаем. Итак, Лина, скажи, как ты считаешь, сколько времени обычно проходит, когда европейский мужчина начинает рассматривать ваши отношения как более серьёзные? Я сейчас живу в Чехии, переехала около двух лет назад, и на моём счету двое отношений. С первым парнем мы встречались около года, и за это время у него не было абсолютно никаких планов на наши отношения. Он не изъявил какого-то желания познакомиться с моими друзьями, семьёй, не было каких-то разговоров о жизни вместе. Мы вроде были в отношениях, но как-то каждый сам по себе. Я не говорю сейчас о свадьбе, но какого-то совместного быта и планов на будущее мне бы хотелось. В итоге мы поговорили, и я поняла, что такие отношения меня не устраивают. Со вторым встречаемся уже 4 месяца, и то же самое, нет какой-то заинтересованности в отношениях в принципе. Если я, например, не напишу первое, то он может вообще несколько дней не звонить, а жить своей жизнью. Сейчас зарегистрировалась снова на сайте знакомства, заметила, что большинство вообще пишут о свободных отношениях, и очень часто вижу строчку а-ля девушки из Восточной Европы мимо. Я, кстати, не разу такую не видела. И я не могу понять, из-за чего так происходит. Мне 28 лет, я симпатична, занимаюсь спортом, ухаживаю за собой, но как-то вообще не клеится. То ли сейчас как-то негативно парни воспринимают девушек из России, хотя на работе я это не замечаю, то ли в принципе они сейчас не очень хотят строить серьёзные отношения. Интересно было бы узнать твой взгляд на эту ситуацию и так далее. Итак, как обычно по порядку, и как обычно я ничего заранее не готовила ответа, поэтому буду говорить, что думаю по ходу. Я считаю, что, во-первых, если вы встречаетесь с парнем год, и у вас никаких сдвигов не произошло, у него нет желания знакомиться с вашей семьёй, знакомить вас со своей, даже хотя бы с друзьями, я не знаю, вообще вводить в свой круг общения, то это уже, мне кажется, звоночек. И в принципе вообще психологи советуют через год, по-моему, уже обсуждать такую тему, что дальше. В принципе, иногда можно её пораньше обсудить, но год это достаточно долго, если у вас тем более при этом постоянное общение, постоянные встречи и так далее. То есть если через год никаких перемен нет, это уже говорит о том, что у человека в принципе никаких намерений нет. Мне кажется, можно просто с ним обсудить этот вопрос уже напрямую, без намеков там, без аккуратностей, вообще понять, находитесь ли вы на каком-то одинаковом, так сказать, жизненном пути, и у вас одинаковые цели по жизни на данный момент или нет. У меня был такой товарищ, с которым мы тоже год даже больше, наверное, общались, и тоже я какие-то все воздушные замки строила. Но это было ещё давно, вначале, когда я только развелась, вот, и в итоге тоже это ничем не закончилось, даже несколько раз парень пытался мне помочь делать документы, уже как пригласить, когда была пандемия в качестве невесты, потом он испугался всё-таки, что, блин, вдруг там придётся налог там большой платить. Короче, какая-то фигня, и я поняла, что просто нафиг. И в итоге так ни к чему это не привело общение, хотя он периодически шлёт какие-то сердечки, огонёчки, знаете, классика жанра, но, конечно, это показатель, что мужчине ничего не надо, потому что я считаю, что когда мужчине нужны, интересны, то он вас сразу, да, по опыту, опять же, моему, сразу вводит вас в круг своих друзей, знакомит вас с родными достаточно быстро. Может быть, не так, что прям вот вы постоянно тусуетесь у него дома, да, там с его родными, но, по крайней мере, они в курсе, что вы есть. То есть потихоньку где-то вы можете познакомиться, так или иначе, да, то есть всё равно как-то куда-то может вас привести на какое-то семейное мероприятие. Пусть это не сразу же, но это всё равно достаточно быстро происходит, когда мужчина на вас серьёзно настроен, потому что, ну, если вы сами серьёзно настроены на мужчину, почему бы вот его, например, не познакомить с родителями, знаете, вообще ничего такого в этом не вижу. Опять же, в противоположность этого хочу сказать, что если мужчина вас знакомит с родными, да, опять же, по собственному опыту, не только, это тоже ещё не гарантия чего-то, это ещё ни о чём не говорит. То есть это, конечно, классно, замечательно, хороший показатель, но это ещё не значит, что вот это прям у вас всё, теперь уже серьёзные отношения. Это ещё только одна хорошая ступенька, но не показатель. Вот, по поводу вопроса, сколько времени обычно проходит, когда европейские мужчины начинают рассматривать отношения как серьёзные, я считаю, что тут дело не в европейском мужчине, хотя, конечно, возможно, менталитет. Это, блин, почему-то приеду рот скольгла. Возможно, там менталитет немножко другой, но, знаете, плюс-минус всё равно. Я считаю, дело просто, в общем, в мужчинах. Неважно, откуда он, если у вас цель строить какие-то серьёзные отношения, выйти замуж и так далее. Вообще, если мужчина вас сильно заинтересован, если он влюблён, да, или там прошло там какое-то время, он влюбился, всё равно он будет к вам более серьёзно относиться, знакомить, опять же, со всеми, и всё равно уже рассматривать более серьёзные отношения, по крайней мере, он будет не против. Знаете, я думаю, что изначально мало какие мужчины ищут серьёзные прям отношения с браком, но если у вас уже действительно отношения и любовь, и вы друг к другу удовлетворены в этих аспектах, я думаю, будет точно не против жениться на вас, если вы скажете, что вот вы хотите, например, замуж. Ну, не знаю. Надеюсь, я ещё правильно сказала свою мысль. И я считаю, что, да, касательно второго молодого человека, вот что девушка говорит, заинтересованности в отношениях особо нет, и что если я не пишу, то он может вообще не писать, не звонить. Я вообще стараюсь в редких случаях первой сама писать парню, хотя они европейцы именно меня учат, потому что иногда надо тоже сама писать, но я иногда это через силу даже могу делать, вот, потому что для меня как-то важно, чтобы всё-таки мужчины было больше, чтобы его было общение больше, его активности. Хотя писать первой иногда, как бы тоже, в принципе, ничего такого, я уже поняла, что нет. Если видите, что у человека, в принципе, нет заинтересованности, вообще зачем тогда с ним общаться? Я считаю, что это вообще какой-то деструктив, когда вы общаетесь с человеком и чувствуете незаинтересованность. Тогда зачем вообще я ему, типа, нужна? Есть люди, которым я могу быть интересна, есть люди, которые заинтересованы, зачем тратить время на тех, кто не заинтересован? И к тому же, если человек несколько дней И вот кто-то мне, подружка моя, говорила, что по максимуму говорят, психологи — это три дня. Если человек три дня не объявляется, значит, до свидания. Действительно, он вас не заинтересован. Потому что представьте сами, если вам очень сильно нравится женщина или мужчина, как можно три дня вообще не выходить на связь и с ней не общаться? При этом, если вы не просто комментируете друг друга, а действительно в каких-то отношениях близких, или даже не близких, но каких-то уже романтических, как можно три дня не общаться с человеком, который вам очень сильно нравится? То есть просто это не то, что вот этот человек, вот он не заинтересован, сейчас не звонит, не пишет, но вот пройдёт пять лет ровно, и он захочет свадьбу. Да не будет такого. То есть, в принципе, это просто изначально не те люди, с которыми изначально не нужно строить никаких отношений, потому что они никаких отношений не хотят. И вы это сами, я думаю, глубоко внутри понимаете. Касательно того, что там мимо славянские женщины, не знаю, я такого никогда не встречала, может быть, в Чехии по-другому. Ну, в принципе, это была одна из причин, почему я захотела уехать в прошлый раз. Короче, время своего ещё брака. На тот момент я тоже в том числе захотела уехать из Чехии и развестись, помимо всего прочего, потому что в Чехии нас не очень любят, и в Польше ещё хуже, как мне кажется, вот как что я испытала, но в Чехии тоже не очень. Знаете, как бы, например, вообще, наверное, многие не любят русских, но в Голландии я это вообще тут никак не ощущаю, да. То есть, как бы, да, может быть, Голландия, она помогает сейчас другой стране, так сказать, нашему. Так, короче, не буду говорить ничего про новости, но вы знаете, Голландия сейчас к России не очень реально относится, но тем не менее, как бы, отдельные индивидуумы, так сказать, относятся совершенно позитивно к людям. Я не вижу нигде никакого негатива к русским. Даже где где-то пытаюсь сама подколоть людей, они говорят, ну, мы, типа, к вам хорошо относимся, это вообще не про вас, не из-за вас там и так далее. Поэтому для того, что вот негатив к славянским женщинам, мне кажется, наоборот, здесь даже многие любят славянских женщин, говорят, что они там красивые и всё такое. Короче, не зря, например, сталкиваюсь только с позитивом касательно того, что вот славянская женщина. Поэтому, может быть, в Чехии как-то по-другому. Но, опять же, если есть такие высказывания, то, понятно, это сразу славянь налево, и нафиг надо таких, кто не хочет славянских женщин. Я считаю, что в любом случае на славянских знакомств можно найти отношения. По-прежнему продолжаю в это верить. Хотя, конечно, наверное, отчасти всё-таки, я думаю, лучше человека встретить в жизни. И я смотрю, что многие как-то более успешно находят друг друга в жизни и также более доверчиво относятся к ситуации, когда вы знакомитесь где-то в жизни. Короче, меня уже, блин, зовут идти. Но, в принципе, я всё сказала на эту тему. Пишите, что вы думаете по поводу данного комментария, данного сообщения. Надеюсь, было полезно и интересно. И увидимся в следующем видео. Задавайте свои вопросы. Будем почаще болтать на тему отношений. Пока.